Это программа «Семь дней спорта» на телеканале «Мой город» в студии Аркадий Кемеев. Здравствуйте! В ближайшие 20 минут вы увидите в борьбе за мировую корону. 21 октября 2012 года – это день, который, я уже думаю, вошел в историю кузбассского бильярда. Бейте в бубен, Андрей Борисович! Не бегай, это вот все, противник паники! Болельщики хоккейного кузбасса перед началом сезона пообщались со своими любимцами. Золоска 2013 или чудеса на Новокузнецком льду. Старт сезона в исполнении хоккейного металлурга заставляет скептиков стыдливо помалкивать. Без методик – к медалям чемпионата мира. Я привязывала ногу и прыгала на постелях, так же пыталась. Или сколько наград выиграли спортсмены клуба инвалидов «Сибиряк». Натирание киа мелом – процесс не только полезный для точности удара. Многим это монотонное занятие еще и успокаивает нервы. А когда на кону мировая бильярдная корона, самообладание необходимо как воздух. Всю тяжесть титульного поединка на собственном примере ощутил кемеровчанин Андрей Фрейзе. На прошедшей неделе лучший игрок города вернулся из Минска, где сражался за звание чемпиона с Владиславом Осьмениным из Ростова-на-Дону. Подробности финальной игры и прибытия на родную землю в материале Татьяны Савельевой. За главным поединком чемпионата мира друзья и коллеги Андрея Фрейза наблюдали в прямом эфире в бильярдном клубе. Впервые в карьере кемеровчанину удалось пробиться в решающую стадию турнира. До этого на главном старте планеты Андрею выше восьмого места подняться не удавалось. Так что выход в финал уже можно считать успехом. 21 октября 2012 года – это день, который, я уже думаю, вошел в историю Кузбассского бильярда, как один из самых знаменательных дней. Наш земляк Андрей Фрейзе, чемпион Европы, двукратный чемпион Азии, находится в одном шаге от победы на чемпионате мира по бильярдному спорту. На чемпионат мира по свободной пирамиде в Минск без преувеличения съехалась элита бильярда – 115 спортсменов, более чем из 20 стран. До финала добрались два россиянина – наш Андрей Фрейзе и ростовчанин Владислав Осьминин, который, победив со счетом 7-5, стал чемпионом. Серебряному призеру мирового старта Андрею Фрейзе на родной земле все друзья и болельщики устроили поистине чемпионский прием. Поздравляем! Поздравляем! Андрей, ты молодец! Андрей признался, для него такая встреча стала полной неожиданностью, как и финал чемпионата мира. Этот сезон складывался для спортсмена не так удачно, как ему того хотелось. Поэтому, приехав в Минск, узбасский бильярдист надеялся попасть в восьмерку, но по ходу турнира вошел во вкус. В финале немножко разнервничался, конечно, потому что на чемпионатах мира дальше, чем попасть в восьмерку, у меня не получалось. А тут сразу финал, и такая неожиданность, можно сказать. Немножко не справился с нейронами, поэтому только второе. Без поражения нет побед. Поэтому, если бы я выиграл, может быть, и не смотрел бы, и не анализировал бы, в чем причина. А сейчас я вижу, что есть над чем работать, и буду двигаться, продолжать. Серебро чемпионата мира 2012 года – пока главная вершина, которую удалось покорить кузбассским спортсменам. Четыре дня подряд в Минске Андрей Фрей зашел к званию вице-чемпиона. Но, как оказалось, добиться успеха удалось не только за счет трудолюбия. В бильярде, на зависть такое слово, фарт. Без фарта нельзя. Но вот пока все складывается более-менее так в нашу сторону. Ну и постараемся не обижать и в будущем наших кузбассовцев, приносить им положительных результатов от наших побед. Пара дней отдыха и вновь к зеленому столу. Возможность завоевать очередной титул и привести в Кузбасс медаль высшей пробой у Кемеровчанина будет уже 29 октября. В Москве стартует крупный международный коммерческий турнир Кубок Кремля. Так что удачи, Андрей! Татьяна Савельева, Сергей Юрин, Константин Червяков. Специально для программы «Семь дней спорта». Синоптики обещают, что грядущая зима будет холодной, поэтому в ближайшие несколько месяцев шарф будет неизменным элементом одежды для большинства сибиряков. Но есть люди, которые даже в самые сильные холода не станут обматывать его вокруг шеи. Нет, они будут держать аксессуар над головой и громко выкрикивать изображенную на нем надпись. Речь, конечно же, о самых стойких в мире болельщиках, поклонниках хоккея с мячом. На прошедшей неделе фан-клуб Кемеровского Кузбасса встретился с игроками и руководством команды. Чего ждут от грядущего сезона игроки и фанаты, выяснял наш корреспондент. Предсезонный рандеву хоккеистов и фанатов для Кемерова такое же постоянное явление, как принятие областного бюджета или празднование Дня Шахтера. Что бы ни происходило в России и в мире, встреча состоится обязательно. Когда ты общаешься близко, и, соответственно, у не такой неформальной обстановки, не так вот, как у журналистов, все-таки более официально, да, просто чувствуешь пульс команды, соответственно, как духом, и они чувствуют наше настроение. Ну и лишний раз возможность как-то их подбодрить. Фанаты уверены, поддержка и удача в этом году команде очень пригодятся. Поэтому и подарок сделали символичный, уникальный шаманский бубен. Все-таки клуб сильно помолодел и лишился главной ударной силы в атаке Павла Рязанцева. Впрочем, болельщики к уходу лидера относятся философски. Так же было, как мы теряли Коровина в 70-х годах, потом Колью Усольцеву. Жизнь длинная, шарик круглый. Посмотрим, что далее будет. Самое ценное на встрече фанатов с командой – это откровенность. Поклонники, не стесняясь, указывают игрокам и тренерам на их промахи. Впрочем, команда в долгу не остается. Профессионалы от хоккея в два счета смогут вернуть болельщиков из мира грез в суровую реальность. У нас тормозит прошлое, что мы живем еще прошлым, а мы далеко уже не там. У нас того потенциала нет. Мы не можем столько забить, то есть больше на один, на два, на три мяча, чем забивают нам. А в обороне мы играем, особенно первой линией, не так, как бы хотелось. Но в первую очередь это встреча друзей. Здесь не критикуют, а дают добрые советы, не обижаются, а отвечают шуткой на шутку. В конце концов, всех собравшихся объединяет одно чувство – искренняя любовь к игре. Критика – это вообще нормальное дело. Если не критикуют, то, наверное, ты никому не нужен. А так, если тебе говорят плохо или хорошо, то всегда знают, что ты есть, как бы, и надеются на тебя. В жизни любого спортивного клуба бывают взлеты и падения. За расцветом всегда следует время кризиса и обновления. Для того, чтобы в Кузбассе пережились новые игровые модели, наработались связки и реализовались тренерские задумки, нужно время. Приятно, что переживать его клубу предстоит не в одиночестве. Как бы ни сложился для Кузбасса грядущий сезон, фанаты будут приходить на стадион «Химик» и до предела надрывать голосовые связки и нервы. И верить, что золотой век кемеровского хоккея еще обязательно наступит. Аркадий Кемеев, Дмитрий Фокин. Специально для программы «Семь дней спорта». Один из самых убийственных спортивных снарядов – это хоккейная шайба. После щелчка профессионала она разгоняется до 190 км в час. Это скорость электровоза, торпедного катера или самолета-кукурузник. Но хорошему галкиперу нет дела до математических величин. Он просто выполняет свою работу. Этому принципу последовал в текущем сезоне весь новокузнецкий металлург. Не обращая внимания на прогнозы, один из самых малобюджетных клубов КХЛ начал сезон получше многих богатеев и уверенно держится в зоне плей-офф. В чем секреты успеха ледовых столеваров, выясняла Анна Печенегова. «Бедность не порог», – доказал металлург, вопреки саркастическим прогнозам и насмешническим настроениям грандов лиги. Последние не единожды ушли со льда Дворца спорта кузнецких металлургов, не солоно хлебавшие. И это те, кто во время локаута в НХЛ укрепились лучшими хоккеистами мира. Сразу вспоминается новокузнецкий конфуз Малкина и Ко. Магнитка, вышедшая на лед в статусе неоспоримого фаворита матча, в итоге прогорела по-крупному – 4-1. А спустя пару недель к нам приехала целая гвардия неудобных и сильных соперников. Нефтехимик, Салават Юлаев, Акбарс. У первых за историю КХЛ мы не выигрывали ни разу, у вторым и третьим не раз разгромно уступали. Три домашние игры через день. Нижнекамцы повержены 5-4, Салават 4-3. И по счету, и по игре складывается все, но у кузнечан сложно, но фортуна за нашу команду. И почти в каждом периоде валидольные концовки забьют наши и несутся в атаку, очертя голову. И получаем мы в свои ворота ответные шайбы. Эмоции надо убирать, категорично отрезал на послематчевом интервью главный тренер Столиваров Анатолий Емелин. Претензий к нашей оборонке у него много, особенно после матча с казанцами. Когда забив быструю шайбу, мы два периода блестяще сдерживали натиск атакующей мощи барсов. А потом за три минуты оказались уже в роли догоняющих. Конечно, и на Илью Никулина бывает проруха. Он в том матче не удержал нашего легионера Бренда Сопила. Но оборонцы Новокузнецкие умудрились проморгать Алексея Морозова, за которым контроль с их стороны должен быть, пожалуй, самым строгим. 95-й номер Акбарса в Новокузнецке набрал тысяч на очков карьере, огорчив канадского вратаря Столиваров. Кстати, к последней линии обороны Емелина вопросов нет. Единственное, чем сыграл нам на руку локаут в НХЛ, стало появление в команде американского вратаря Тайсона Секс-Смита, сразу же получившего в клубе прозвище Секси. Однако привлекательная внешность вряд ли сильно помогает легионеру на льду. Его контракт рассчитан на сезон, пока он делит ворота с Лазушиным. Канадская вратарская школа налицо. Тайсон отлично владеет клюшкой и часто пускает ее в ход. Это его безусловное преимущество перед российскими голкиперами. «Меня устраивают оба», отвечает Анатолий Емелин. А потому, пока игра и у канадца, и у россиянина идет хорошо, главный тренер решил чередовать их выступления за Столиваров. Взлеты и падения, конечно, до стабильности нам пока далеко. Проблемы есть и в первом звене Кагарлицке, Робитайл и Бумагин играют красиво, но в микровстречах с соперниками уступают. Показатель полезности у них отрицательный. Леонид Вайсфельд отметил, что каждый раз пытается объяснить хоккеистам, что играть и выигрывать – это разные вещи. Но пока наша команда продолжает набирать очки. Конкуренция на Востоке очень сильная. Между лидером Трактором и Салаватом, который мы подвинули на девятую строчку, всего 10 очков. Наши восьмые. И это для Металлурга не предел. Уж теперь-то после блестящей домашней серии мы, болельщики, это точно знаем. И пусть на бумаге состав сибиряков выглядит слабейшим, наша команда уже доказала, что бороться за свое место под солнцем плей-офф мы намерены до конца. Анна Печенегова, Константин Алёхин. Специально для программы «Семь дней спорта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова